Привет всем! В связи с сами знаете, какими событиями, которые произошли за последнее время в русскоязычной моносфере, вот о чем хочу сказать. Постараюсь не растекаться, мысли по древу очень долго, но начать хочу издалека. Был такой ученый, Нил Постман, в честь которого я держал сайт некоторое время. Ученый, который организовал совершенно новую область в науке, которая называется медиа-экология. Экология медиа не означает работу с средствами информации. Медиа понимается в гораздо более широком смысле. Учителем и наставником Нила Постмана был никто иной, как Маршалл Маклюин, человек, который изобрел фразу «The medium is the message», которую Нил Постман скорректировал до фразы «The medium is the metaphor». Совсем коротко, смысл этой фразы в том, что носитель, посредством которого передается сообщение, во многом определяет тип сообщений, которые могут передаваться через этот носитель. Пример, который Постман приводил множество раз. Изобретение печатного пресса и его последствия. Постман всегда смеялся над теми, кто говорил, что интернет создал информационный взрыв. Информационный взрыв создал печатный пресс, который, как известно, изобрел Иоганн Гутенберг. Гутенберг был преданным католиком. И до его изобретения Библия распространялась исключительно при помощи переписывания. То есть канал, по которому распространялась информация, Библия конкретно, и сопутствующие тексты, шел только через монастыри и подобные им учреждения. То есть существует некая высшая точка авторитета. Эта высшая точка авторитета транслируется таким медленным, но широковечательным способом до каждого отдельного человека. Да, она сколько-то искажается на пути, но в конечном счете на последнем этапе священник доносит и текст, и свою трактовку текста до неграмотного крестьянина. Гутенберг считал, что если он сможет увеличить количество Библий, то тем самым он поможет своей церкви. А в реальности произошло то, что спустя совсем небольшое время после того, как Библии начали печатать, нашелся некто Мартин Лютер, который сказал, что, если сокращать длинную историю, что папство не всегда правильно толкует церковный текст, и чем слушать эти тексты и трактовки от священников, каждый верующий просто обязан научиться читать, взять Библию в руки, прочитать самостоятельно и сделать собственные выводы. И сам сделал собственные выводы, и публиковал ряд тезисов, за что, естественно, был изгнан, и оттуда появилось то, что называется протестанство, которое потом еще дробилось дальше, но это уже другая история. К чему я про эту историю вспоминаю? Люди почти никогда не могут предсказать, какие долгосрочные последствия будут иметь некоторые нововведения. Причем эти нововведения могут быть любого рода, не обязательно технологического. Но, как правило, конечно, они связаны с технологиями. Одна из вещей, которым можно объяснить взрыв того, что мы называем моносферой, особенно за последнее время, можно сказать, что речь идет о втором открытии книгопечатания. Только в этот раз речь идет не о книгах. Хотя, в общем-то, и о книгах тоже, если брать в расчет так называемый сам издат. То есть, например, тексты не обязаны распространяться через монастыри в том же 19-м или 20-м веке, но, тем не менее, они распространяются через типографии. И издательство все равно представляют из себя такие как бы центры авторизованные, которые пропускают через себя что-то, дают это что-то вещать в массы или не дают. Руководствуют какими-то своими соображениями, иногда коммерческими, иногда не только коммерческими. Но в момент, когда отдельный человек получает возможность создать собственный текст, то есть, грубо говоря, напечатать его на машинке через копирку. Потом, когда технология чуть-чуть развивается, он может откселить напечатанный на машинке текст. А в наше время человек может просто зайти в блог, написать несколько строчек, и, например, 500 человек прочитали этот текст за неделю. 500 чтений — это, в общем-то, аналог небольшого тиража книги. Вполне по нашим меркам 500 экземпляров — это уже тираж. По сути, печатный станок находится у вас дома. Что это означает? Это означает, что авторизованным центром, который производит некие идеи и публикует их, становится отдельный человек. То есть, этих центров на несколько порядков больше, чем издательств. Соответственно, пока были крупные издательства, они еще могли как-то фильтровать и тоже пропускать или не пропускать определенную информацию. Поэтому, например, трудно представить себе, что в 20 веке, особенно в СССР, в печать вышла книга, посвященная, там, проблемам угнетения мужчин в современном мире, ее бы никто не напечатал, не публиковал. В наше время это делается легко. И не только книгопечатание. Собственно, тот факт, что мы общаемся на Ютубе, и называется он Ютуб в каком-нибудь СССР, это было, там, не знаю, четыре канала телевидения, которые все вещаются из одного места и подчиняются одной политике. Сейчас чуть ли не каждый человек может стать собственным источником собственной волны, некой политической, там, или общественной. И уже только от того, куда он эту волну запустил и как, будет зависеть, как далеко она пойдет. Что из этого необходимым образом следует? Следует огромное разнообразие идей, которые сочетаются, не сочетаются, противоречат, частично противоречат. То есть огромное количество источников, которые между собой согласуются плохо или не согласуются вообще. И вот когда один такой центр, то есть человек, встречает волну, выпущенную из другого такого центра человека, возникает стандартная дилемма. Чем-то родственное проблеме, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Предположим, некто излагает какую-то мысль сложную, и вы согласны с 50% того, что человек говорит. Вы скорее посчитаете, что вы согласны с ним на 50%, или что вы не согласны с ним на 50%, а в более практическом разрезе. Вы готовы объединиться с ним, чтобы достичь тех 50%, которые у вас с ним совпадают? Или вы хотите разосраться с ним из-за тех 50%, которые у вас с ним не совпадают? Я думаю, начинаете понимать, к чему я клоню, да? Вот только одна из множества печальных историй, которая произошла в западном мужском движении. В определенный момент цветные меньшинства увидели, что в сообществах МакТау кто-то что-то говорил не очень, как им показалось, корректное с точки зрения взаимодействия различных рас. Или что акцент был больше сделан на проблемах белых людей, и игнорировались вопросы цветных. И некоторых это настолько расстроило, что появилась отдельная ветка, которая называется I.B. Moore. Если не ошибаюсь, расшифровывается как Introspective Black Men of Reform. По сути, ничем по своим установкам от МакТау не отличающиеся, но в Америке, например, с ней идентифицируют себя только афроамериканцы. Казалось бы, если вы совпадаете в своих взглядах на 98%, можно было держаться за эти 98%, а вот эти 2% либо игнорировать, когда кто-то даже говорит что-то про это не очень приятное, и добавлять от себя уже в своих источниках, да? То есть, общее ядро держать совпадающим, а прибавки делать от себя уже в локальных источниках, иногда на них фокусируясь отдельно в узкоспециальных материалах. А можно разосраться из-за этих 2% и получить, в общем, в некотором роде аналог разделения церквей на католиков и протестантов. И в итоге, вместо того, чтобы действовать сообща в каких-то серьезных больших вопросах, когда речь касается взаимодействия, перемены масштаба всего общества, даже масштабах планеты, вместо этого есть две противоборствующих силы, примерно равных по своим численности и мощности, которые в лучшем случае не взаимодействуют, а в худшем случае начинают воевать этими самыми своими почти равными силами, что автоматически предопределяет тяжелый и изнуряющий конфликт. Или первую победу. Один из крайне интересных каналов, который я слушаю, называется BGS I Be More. Человек необыкновенно интересно рассказывает про юнга, подсознание, эго, супер-эго. Как представишь себе, огромного черного парня, который рассуждает про слои анимы, тонкости в анимусе и так далее. Прям радость берет. Тем не менее, он относит себя к I Be More, а не к Мектал. Ближе к нашим березам. У наших людей есть сотни вариантов, как разделиться на мелкие противоборствующие группы. То есть вопросов-дилемм, которые одна половина принимает, другая не принимает. Их безумное количество. Верующие и неверующие. За армию, против армии. Допускающий брак в исключительных случаях, категорически недопускающий брак. За размножение, против размножения. За общение с женщинами, против общения с женщинами. Ну и так далее, вы поняли. Иными словами, когда два человека хотят разосраться по какому-то поводу, то в наших средах у них есть для этого множество причин. Например, отношение к СССР. Да, всё. Прямо это вот... Или там роль Сталина и Ленина. Или там международная политика. Я уже молчу про отношение там к современным политикам, выборам и прочему всему. Вот насколько я знаю, а я знаю об этом немного, вот товарищ Ленин, по-моему, был знаменит именно тем, что умел, особенно в сложной ситуации, идти на локальные договорённости даже с очень сильно противоборствующими группировками. То есть, если хоть что-то, какая-то цель или подраздел были общими, его нужно было достичь, он шёл на локальные договорённости и мировые соглашения с кем угодно. Практически без разбора. Может быть, даже слишком легко на это шёл. Но в итоге оказалось, что именно его подход выиграл. В тех условиях такого множественного дробления сил. И когда пришла пора сказать, есть такая партия, то только у него эта партия была. Больше ни у кого. Это я не к тому, что я положительно отношусь к Ленину, если что. Это вообще никакого отношения к делу не имеет. Просто он был практик в этом смысле. А если и не был, то это красивая легенда о нём, которая мне нравится. И эту практику неплохо было бы адаптировать в мужском движении, пока ещё не очень поздно. Множество людей делится по разным там дихо, трихо и так далее томием. Вместо того, чтобы подумать, а что у нас есть общего? Пусть даже это общие хотя бы 10%. В чём мы согласны? В чём мы можем действовать сообща? И, между прочим, конечно же. А могут ли нас в каких-то из этих целей поддержать женщины? Ну, совершенно очевидно, что могут. Они в этом заинтересованы. Нужно только правильно это подать. Может быть, на, не знаю, 90%, там, 80% наши цели расходятся. Но на 10 или 20% они совпадают. И если не ставить себе целью движения, мужского движения, вечную войну, мне кажется, это очень глупо ставить такую цель. Цель надо ставить окончание войны, так или иначе. Вариант про вечный бой, покой нам только снится, это плохой вариант. Он несёт довольно плохие перспективы. У нас не так много времени на всё на это. А вместо этого крупные авторитетные центры, которые уже пользовались большой популярностью в мужском движении, вдруг либо откалываются и уходят на сторонние площадки, либо как-то неожиданно меняют взгляды, и это разделяет всю аудиторию, там, вплоть до «всё, меня больше здесь не будет». Совершенно неправильный подход. Ни один человек не может и не должен вечно оставаться в одном и том же застывшем состоянии. Своего понимания, своего отношения к миру, своих взглядов. Так не бывает, это не может быть. Если такое происходит, это значит, человек умер. Пусть даже и в переносном смысле. Это нормально, что взгляды людей плывут. Иногда рывками перешагивают резко в другое состояние, может произойти буквально за несколько минут. А иногда плавно дрейфуют под действием каких-то сил, там, того, что человек впитывает извне, опыт, который он получает вокруг себя, новые переживания, которые он переживает. Я уже написал об этом в одной из веток форума на «Мускулисте», но повторил свою мысль. Может, кто-то её разобьёт, подумает, как это можно реализовать. Проблема гнева всё ещё остаётся очень актуальна. И этот гнев как бы и отворачивает от нас общественность, которая иначе могла бы послушать, и отворачивает некоторых из тех, кто мог бы присоединиться. Но его просто настораживает такая нервная обстановка. А фундаментальная проблема, мне здесь кажется, именно в том, что люди присоединяются к движению на разных фазах своего цикла переживания горя по Кюблер-Росс. И, как известно, вторая фаза там называется гнев. И так уж получилось, что гнев является самой громкой фазой. Её больше всех слышно. Это просто её имманентное свойство. С этим ничего не поделаешь. А любая медиа, будь то платформа там или технология, она работает усилителем сигнала. Соответственно, если у вас был сигнал, который различался, допустим, там в пять раз, итоговую громкость тоже имеете там пятикратную разницу. И мне кажется, из этого следует, что нужно подумать о некой принципиально новой платформе, такой платформе, достойной 21 века, обучаемых нейросетей и так далее. Хотя я думаю, здесь можно и без нейросетей обойтись. Я думаю, что некая новая площадка, скажем условно, Musculis 2.0, должна стать в некотором роде адаптивной. То есть на входе человека нужно заставить пройти некий тест. Будет этот тест автоматизированный или проведенный с помощью специалиста, это вопрос другой. По тесту нужно примерно выяснить, на какой фазе переживания эффекта красной таблетки человек находится. И в зависимости от присвоенного ему рейтинга, некая цифра, скажем, от одного до пяти, человек фактически должен видеть разные сайты, как бы разные грани, что ли, сайта, и обладать разными правами по участию в обсуждениях, в добавлении материалов и так далее. Надо подумать над логикой более детально, как это могло бы быть организовано. Но глобальный механизм должен быть устроен таким образом, чтобы разделять сильно противоборствующие стороны и вопросы, не давать им площадки для кулачных боев, но акцентировать внимание на тех вещах, которые у людей совпадают, они различаются. Грубо говоря, давать человеку те материалы, которые он готов воспринять, а которые он не готов воспринять, не давать. В том числе я совершенно не считаю, что нужно запрещать, например, гневную фазу или там тотальный запрет на ругательство. Фаза гнева обязана быть, но она обязана быть управляемой, то есть в специально отведенном месте, специально отведенное время, недоступное широкой публике, да, то есть такая некая safe space своего рода, где можно побить резиновых кукол, там, почитать гневные материалы, пописать что-то гневное. Но это не то, что должно быть видно широкой публике. А задача владельцев такой платформы будет с самого начала, когда люди только входят туда, постараться донести при помощи, там, приветственных роликов, какого-то общения, может быть, личного и так далее, донести до них мысль, что в каком бы состоянии они сейчас не были, все меняется. То, что они сейчас чувствуют и думают, что это навсегда, это не навсегда. Даже этой простой мысли человек на входе может просто не услышать. Но эту мысль нужно доносить. И с одной стороны, человеку давать пожить в неком безопасном пространстве на его уровне, почитать материалы, соответствующие его уровню, а с другой стороны, давать ему направление и немножко как бы подтягивать и или подталкивать, чтобы он двигался вперед дальше, не задерживался на этих промежуточных фазах, не проскакивал их слишком быстро, но и не задерживался там надолго. Психологи, которые знают про цикл Кюблер-Росс, они также знают, что человек не всегда проходит фазы в таком порядке, они занимают разных людей разное время, и иногда по определенным причинам люди способны регрессировать, то есть возвращаться на предыдущую фазу. Я думаю, вы вокруг себя такое замечаете, когда человек, казалось бы, уже это прошел, но вот что-то тут случилось, и он снова резко откатился назад, что-то обострилось. Это в том числе, между прочим, обусловлено тем, что он неправильно или слишком быстро прожил предыдущую фазу. А первые лица, которые находятся во главе, мне кажется, вполне могли бы проходить вполне очное обследование у серьезных сторонних специалистов, с тем, чтобы определиться, на какой фазе они находятся, и не допускать, например, людей в фазе гнева до руководства сайтом целиком, и даже разделами сайта. То есть должно быть деление на некие факультеты с назначенными руководителями. После каких-то временных промежутков или событий у человека, или его определенной активности на сайте, нужно давать ему возможность переходить на следующий уровень, если он к этому готов, что должно сопровождаться снова тестированием, может быть, личной беседой, может, какая-то система наставничества должна быть, менторство. Вот такое направление, мне кажется, могло быть интересным и соответствующим все-таки 21 веку. Уже почти 20 лет прошло от 21 века. А у нас все еще человек поменял свои взгляды и вынужден искать себе другой сайт или вообще собственный сайт делать. Мне кажется, это устаревший подход. И это очень на руку противникам и властям, в общем, всем, кто противодействует. И, конечно же, из этого не следует, что всех новопришедших можно и нужно как-то резко сразу всех взять и загнать на самый продвинутый уровень. Взвешенных политкорректных высказываний, глубокой интроспекции и так далее. Это просто невозможно. В качестве завершения, по памяти перескажу, есть фильм, который, по-моему, называется «36 классов Шаолиня». Понятно, что это обычный китайский боевик, и, в общем, ну, что там может быть. Но момент, когда главный герой попадает в монастырь, попадает на первый уровень занятий, и ему кажется, что там все очень скучно и неинтересно, вот он подходит к наставнику и говорит, что «Чего-то мне кажется, я какой-то ерундой занимаюсь, а можно меня куда-нибудь на более продвинутый уровень?» Он ему говорит «Конечно, куда хочешь. У нас, говорит, 36 классов здесь». Он говорит «Хочу на последний, самый крутой». Он говорит «Да не вопрос». И запускает его на занятия. А занятия выглядят так, что это не плац там, где тренируются боевым искусством, а это сидят монахи, стучат палочками по барабанам, поют какие-то непонятные мотивы и обмениваются фразами типа «Всё сущая пустота», «Мир — это ничто», «Мир — это сон», «Пустота есть форма», «Форма есть пустота» и так далее. Естественно, ученик моргает глазами и не понимает, что вообще происходит. И когда его просто выгоняют с этого занятия, чтобы он не мешал, потому что ему нечего там делать, он спрашивает наставника «Что это вообще было такое?» Тот ему говорит «Ну, это и было высшей формой кунг-фу». А тот говорит «Ну, наверное, я ещё не готов к этому». Тот говорит «Точно не готов, да». «Так куда теперь хочешь?» «Ну, наверное, стоит вернуться опять на классы пораньше». «Ну, давай вернёмся пораньше». И вот он тогда начинает свой путь через все 36 классов. Короче, с поправкой на сказку о Шаолине идея-то, в общем, правильная и верная. И нам нужно как-то её адаптировать, я считаю, если мы не хотим каждые два месяца повторять разделение церкви на католиков и протестантов. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok